Арт-инсталляция, аукцион картин и открытие халереи. Мастацкий проект под назвой «Вернисаж» ладили у Центры инклюзивной культуры. Свято провели у атмосферы ночной вечеринки. Его наведала и наш корреспондент Ханна Коральчук. Темная зала, диджей и электромузыка. У такой обстановки гостям презентовали инсталляцию скульптора Кирилла Крохолева. Познакомиться с сучасным остатством можно было, расслабившись на канапе и погружавшись в технорытмы. Другая и самая важная локация – картинная галерея, которую в этот вечер открыли после ремонта. Выставочная простора существовала в Палаце культуры глухих еще в 80-е годы, но с часом пришла в Дрэннистан. После того, как в 2017 году будинок отримал новое житие как Центр инклюзивной культуры, во всех помешканиях начались ремонтные работы. Дальше черга и до галереи. Понимая то, что у нас появляются дети в художественных студиях, в изображительном искусстве, они большие молодцы, мы подумали, надо сделать картинную галерею, надо пригласить руководителей этих студий, чтобы они выставили свои работы и дать им слово. Сейчас у Центра открыты три студии выявленного мастерства, которыми руководят Василий Сидоренко, его бывший ученик Александр Покатило и Андрей Филимонцев. Двое из них работают с людьми с порушениями слуху. А третье объединение – «Арт-легион». Переехала сюда несколько лет тому и принимает всех желающих. Студия образовалась в 2013 году. В ней на сегодняшний день занимается 90 учеников. Возраст учеников от 4,5 лет и до 18. Здесь добавились ребята из этого района, какие-то пришли из Центра сюда к нам. Здесь у нас очень удобное помещение. Оно большое, светлое и для студии здесь очень удобное. Я знаю, что еще в советские времена на нашем месте была студия, по-моему, из глины ребята лепили здесь изделия. И вот получается такое место историческое. На вернисаже наставники и их ученик представили лепшие свои работы. А так само провели аукцион картин, сродки от которого накируют на развитие социальных мастерских студий, что працуют с инвалидами по слуху. Так само гости вечеринки могли поназирать за работой мастаков. Або заробить селфи у креативной фотозоне. Там их чекали героини, знакомитых с шедевром. Например, девчонки с жамчужной завушницей.